Культ, 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 культаход. 12 часов и 5 минут в Кирове. Добрый день. Начинается программа «Культ поход». Сегодня пятница, 9 декабря, и мы рады вас приветствовать. Мы это Светлана Дождевых и Владимир Сметанин. Сегодня мы будем знакомить вас с интересными, увлекающимися людьми, людьми творческими. Будет очень, надеемся, интересная беседа Ну и, как обычно, будем еще разыгрывать призы 211-101, номер нашего прямого эфира Напоминаю традиционно в самом начале Мы задаем вопрос, вернее, наши гости этим занимаются Вы отвечаете и выбираете тот приз, который больше всего вам нравится Все очень просто Ну а теперь наши гости, Светлана Сегодня с нами в студии Андрей Просвирин Танцовщик, педагог, хореограф А также Елизавета Романова и Светлана Заплетаева Танцовщицы компании DNA Добрый день Здравствуйте, да Надо сказать, что люди танца к нам давненько не приходили в студию Не участвовали в культпоходе Больше мы как-то общаемся с артистами, с музыкантами Танец ведь это такая штука Тут, наверное, особо-то рассказывать и нечего Надо смотреть, да, в первую очередь Смотреть и наслаждаться, или я не прав? Ну как рассказывать о танце? Я думаю, тут надо обладать каким-то уникальным талантом Чтобы нарисовать в головах слушателей конкретную картинку Ну ладно, давайте знакомиться С самых азов, да, наверное, начнем Кто вы? Да Как вы? Что за компания? Для чего? Почему вы так называетесь? Откуда, да, чем занимается? Где можно приобщиться к вашему творчеству? Ну, чуть позже, да, об этом поговорим Андрей, пожалуйста Ну что, добрый день Меня зовут Андрей Я вообще родился в городе Кирове И продолжаю тут жить И развиваться, творить, заниматься творчеством Мой путь не был только здесь танцевальный Именно танцевальный, только в этом городе Я успел потанцевать небольшой период своего времени В Норвегии, в государственной компании «Карт Бланш» Вот, какой-то определенный период И после чего я снова вернулся сюда И уже с новыми силами, новыми знаниями Рискнул и попробовал создать свою компанию Ну, я правильно понимаю, что танец для вас был изначально увлечением Которое переросло впоследствии в профессию, да? Да Ну, то есть, мы тут успели уже поговорить Перед началом образование у вас нетанцевальное Да, хореографического образования Да, не хореографическое Нет А почему компания? То есть, такие слова, как кружок, студия, танцевальная Это все уже, наверное, устарело, да? Почему компания? На самом деле, все очень просто Компания — это что-то взрослое, серьезное для меня лично И моя идея и цель — это создание именно взрослого танца В частности, современного танца в нашем городе Потому что тенденция такова В нашем городе, наблюдая здесь на протяжении всей своей жизни Сколько я здесь живу Тенденция такова, что очень-очень-очень много детей танцующих Очень много танцевальных коллективов, студий, кружков Но по прошествии определенного времени 16-18 лет дети либо уезжают Ну, как правило, это с заканчением школы связано Либо заканчивают танцевать просто потому, что уже А дальше что? А дальше мы выпускники коллектива и все И максимум того, что происходит, это студенческая весна Где еще есть какие-то, да, где можно поддержать свою форму и так далее И все, и после этого мы уже все в серьезной жизни И многие считают, что не то, что современный танец А вообще танец это как бы на уровне хобби Что профессиональной деятельностью это, как скажем так, не назовешь Ну да, детские танцы довольно такое мимишное занятие Детям же прощается все Что-то они неправильно делают, несинхронно, неверно Все равно улыбка на лицах зрителей всегда присутствует Там же родители обычно сидят в зрительном зале И вот, да, все так хорошо Что такое взрослый танец? Поясните людям, не очень следующим Ну, опять же, для меня, с моей точки зрения Я буду говорить так, потому что у всех своя картинка в голове Все по-своему представляют Для меня взрослый танец это когда Человек осознанно делает выбор в пользу того, что это и есть его основное дело Несмотря на то, что, например, у всех у нас есть вторая работа Большую часть времени мы проводим в зале И мы стремимся к тому, чтобы вот это препровождение в зале Оно приносило определенные средства для существования, то есть заработок То есть моя цель это та компания, которая будет получать зарплату Та компания, которая будет иметь ставки Но при этом это будет современная труппа А не народная, не классическая То, что у нас, в принципе, как бы очень хорошо в России поддерживается Вот, Елизавета, Светлана, я так понимаю, что это ваш путь? То есть вы пришли вот в эту компанию после какого-то профессионального или детского коллектива? Да, наверное, у вас есть какая-то танцевальная база, да? И, ну вот расскажите, да, как сложилось, что вы попали к Андрею в компанию? Да, у нас микрофон один, давайте с Елизаветы начнем, чтобы поближе к микрофону Да, я закончила, получается, коллектив детский Вот после девятого класса у нас всех выпускали Я выпустилась и было огромное-огромное желание дальше танцевать Вот, и как раз получилось так, что попала к Андрею И вот до сих пор танцую Андрей давал объявление или что? Как? Как? Нет Это же волшебный путь Скажите, да, когда родственные души друг друга находят Это абсолютная случайность Андрей пришел просто в наш коллектив ставить номер, вот И мои руководители, можно сказать, направили меня к нему, сказали, иди танцуй Если хочешь продолжать, если хочешь развиваться, вот, пожалуйста, тебе конкретный человек Он тебе обрисует горизонт дальнейший Так, у Светланы, видимо, то же самое было Ну, у меня история Или с особенностями, да История, да, похожая, на самом деле Я тоже с детства танцевала в детском коллективе, но Вы знакомы были с Елизаветой раньше? Нет, мы познакомились Нет, мы познакомились вот на мастер-классах как раз А потом уже, когда я пришла в компанию Мы познакомились с Андреем в 2018 году Когда он пришел просто в наш коллектив ставить какие-то работы И тогда я поняла, что мне это интересно И начала ходить на мастер-классы, которые он организовывал Вот только спустя два года В 2020 году я уже пришла в компанию, уже целенаправленно туда То есть я знала про существование компании Я была знакома с Андреем, мне хотелось танцевать именно там Вот, но я не выпустилась из коллектива Я ушла очень так неожиданно Такое спонтанное достаточно решение было Насколько насыщена Ваша жизнь в плане хореографии То есть интенсивность занятий, тренировок, репетиций Вот так, чтобы понимать Ездите ли Вы в другие города, представляете наш город Насколько Вы загружены вообще Сколько времени надо этому уделять, чтобы быть действительно в хорошей форме Мне кажется, почти все время мы проводим в зале Стараемся, по крайней мере Но у нас есть определенное расписание Мы занимаемся пять раз в неделю Практически каждый день рабочий Пять раз в неделю И от полутора до трех-четырех часов То есть все зависит от того, насколько мы загружены Готовимся мы к каким-то выездам Либо у нас просто есть какие-то технические Зависит от задачи, от конкретной задачи поставлены Вы к ней идете Да, но пять раз в неделю, минимум по полтора По три, по четыре? Да По полтора минимум часа? Полтора, три, четыре Светлана, вырваться из семи до полтора часа в будний день Это что-то удивительное В будний день, вечернее время Это же работа, о чем Андрей пытается донести Что это работа То есть это уже получается, конечно, заниматься только этим То есть как раз и стремление Это я чувствую у Андрея такое Чтобы это стал профессиональный коллектив Которым занимаются только танцем И полностью посвящают этому свое время И зарабатывают на этом Да, совершенно верно Андрей, у вас есть какой-то конкретный пример К которому вы стремитесь Вот такого взрослого коллектива? Ну, на самом деле, я сказал Или вы протариваете дорогу, что называется Я сказал про Норвегию, где я танцевал Это хороший пример Хороший пример того, как именно государство Может поддерживать профессиональные трупы Современные Да, и современные в том числе Потому что, когда я приехал туда У нас был, немножко перед историей У нас был кастинг среди 400 танцоров Выбрали двух 200 человек на место Да Выбрали двух И я не скажу, что я был Чем-то, чем-то выделялся Мне кажется, вы выбирали типаж Вот спустя время Я понимаю, что были намного техничнее ребята Намного профессиональнее Но выбирали именно по типажам То есть им подошел типаж И я каким-то чудом там остался Я протанцевал там год Вот, после чего По определенным обстоятельствам Не буду говорить Ну ничего, ничего По определенным обстоятельствам Я вернулся, контракт не продлили Это политическая история А, понятно Ну могли бы, в принципе, и остаться Да, вот сложилось так, что я вернулся Вот, и это хороший пример того, как государство поддерживает Мне выделили сразу квартиру У меня была зарплата И у нас была возможность Бесплатно посещать бассейн и спортзал В свободное время То есть при этом у нас был составлен заранее График выступлений в разных городах И репертуар Какой танцор, что должен выучить За определенное количество времени И ему давался наставник Если это новый танцор, как я Мне давался наставник И помимо основных занятий Я оставался дополнительно И учил репертуар уже А репертуар был развлекательный? Или все-таки это было искусство? Это уже взрослый современный танец Это на подумать Мы подошли к тому, что уже такое Все-таки современный взрослый танец Да Ну опять же для меня Я опять скажу Потому что я говорю, что у всех разновидение Кто-то занимается поиском формы Кто-то занимается поиском смысла Кто-то делает и то, и другое Мне нравится создание энергии Энергия физическая От движения тела на скорости Когда ты уже не думая о том Создаешь такую атмосферу За которой ты просто не можешь Как зритель оторвать глаз И при этом Никакого Может быть особо Никакой идеи Может быть Может и не быть Да Просто движение А школа нужна? Остается Необходимость Вот девчонки пришли После профессиональных коллективов Да? Ага Вопрос, наверное Провокационный Но все-таки нужно Для современного танца Иметь Вот Базу классического Когда я был Молодой Но это было Я сейчас говорю про 23 года Когда вот это все начиналось Я думал, что Надо все забыть Все, что нам давали В детских коллективах Надо забыть Это когда Как после вуза приходит Сотрудник забудь все Чем тебя учили Да, это классическая история Когда Дали там Он тоже выходил из академии Сказал, я знаю больше Чем вы тут все вместе взяты Практически все Начинали с того Все авангардисты Что отрицали все Что было создано До них Это классика просто Да Но спустя время Я понимаю, что Все, что мне давали Надо просто С каждым годом Трансформировать Интерпретировать По-своему Потому что Даже классический танец В теле современного танцора Именно в теле Когда ты двигаешься Это уже будет не то Но какие-то основы Ты все равно должен знать И понимать Принцип построения тела Классического Поиск чего-то Потому что Это на самом деле важно Классический танец Как ни крути Все равно основа Без этого никуда Это как и в музыке Многие считают Что зачем учиться Зачем классическое музыкальное образование Получать Сейчас я тут с ноля буду Творить гениальные вещи Нет Нет И у нас были гости Художники Абстракционисты Они тоже утверждали Что да Сначала школа А потом уже Абстракция Вот Мы вас пригласили Не просто так Мы знаем Что вы готовитесь К событиям Мы обязательно Всегда освещаем Что нас ждет Какие культурные события Наши кировчане Могут посетить Рассказывайте К чему готовитесь Ну С завтрашнего дня У нас начинается Такой проект Как Арт-платформа Современного искусства Именно искусства А не танца Объясню чуть позже Почему Да У меня был Вопросик Да Пласт Пласт Это определенный Для меня слой Да Это именно слой В котором мне Хочется развиваться То есть я не говорю Что это и есть Весь современный танец Нет Это то что мне нравится То что я хочу развивать И то что Мне кажется Правильным Вот Почему искусство Потому что я Занимаюсь тем Что Как и весь современный танец Тем что Сейчас нет разграничения Танец Танцор Есть художник Допустим Да И вот для меня Собрать всех художников Вместе И поделиться Поделиться информацией Знаниями Просто беседой Это очень важно Потому что мы Так или иначе Очень прямолинейно Мыслим Думаем В том направлении В котором мы развиваемся Сами То есть И эти границы Расширяются Когда я Например Зачастую У нас Простите что Герои Зачастую Обстоятельства Нас вынуждают Совершенно верно Мыслить только конкретно Не отвлекаясь На мелочи Как нам кажется Вот Хотя На самом деле Все многообразнее Конечно Да Очень много художников В одном месте Разных Да В разных направлений Это Очень интересный Взрыв И эмоциональный И для себя Какой-то внутренний Для того Чтобы Что-то дальше Поменять в себе В том Что ты делаешь В том В том В чем ты застрял Может быть Это сейчас очень модное Слово Мастер-майнд Когда Собираются Лидеры Своей Какой-то сферы И как бы Напитывают Друг друга Сейчас Ну Часто Такие проходят И Моя еще Внутренняя Какая-то идея Так как Я прошел Определенный путь С минимум Рекламы Себя До какого-то Состояния Когда я могу Себе Разрешить Сделать фестиваль Моя задача Не то Что поиск А возможность Дать Молодым Интересным Людям Художникам Высказываться Создавать Говорить о том Что они делают И Вот эта платформа Как раз то место Где Любой художник Не обязательно танцор Не обязательно хореограф Может Просто Высказаться И сделать Самого разница Да Все-таки Нам требуется Спросить конкретики Конкретное место Конкретное время Да И где найти Где прочитать информацию На самом деле Вся информация Пока у нас Только в В социальных Сетях Вконтакте Вот Место это Театр на Спасской Пока спектакли Будет в понедельник 12-12-2022 В Возрастное ограничение Возрастное ограничение 12 плюс 12 плюс Что там будет В этот раз будут Три Три дуэта Три танцевальные работы Так как все равно Основное направление Пока у нас Это современный танец Но будут Небольшие сюрпризы Не танцевальные Не буду говорить Раскрывать Если интересно Приходите Вот, три танцевальные работы из города, одна из города Москвы, вторая из города Казани, третья из города Омск Это три дуэта, вот, три очень интересные работы, среди которых одна работа прошла в видеоотбор У нас был видеоотбор, где присылали заявки танцоры, и среди, вот, у нас было 20 заявок И среди 20 заявок мы выбрали одну работу, и мы их везем, привозим сюда Дуэт классический, мальчик-девочка? Один дуэт, мальчик-девочка, два дуэта, две девочки Две девочки, ну да Это будут какие-то короткие спектакли Это миниатюры, а один спектакль на 45 минут танцевальный, вот, и две миниатюры в 45 минут вдвоем Представляете, каково это держать аудиторию Только, видимо, фон, музыка, сопровождение Музыка, фон, спецэффекты Современное искусство предполагает сочетание многих элементов, да, там, наверное, и свет играет, да Свет, конечно Часто бывают видеоинсталляции, которые сопровождают, поэтому я не думаю, что это все будет реквизит Работа большого коллектива, да, и большого количества специалистов, конечно, да Итак, в театре Наспасской билеты еще есть Билеты в продаже, можно зайти в группу ВКонтакте, там написано, как их можно приобрести Группа ВКонтакте, так и напоминаем, арт-платформа Пласт, да, так, собственно, и называется По вашей оценке, Андрей, насколько это интересно нашей кировской публике, какие отклики вы получаете Ну, понятное дело, что определенный интерес, вот, как у девушек, наших гостей, да, они занимались все детство Этими понятными зачастую хочется продолжать, а вот с точки зрения публики, да, публика готова к этому? Я могу сказать определенную статистику, но небольшая на самом деле, потому что мы проводим два раза в год, и это второй год всего лишь То есть у нас пятый показ, пятый показ, вот Тенденция меняется, я вам скажу так, потому что в первые, первые наши фестивали, это был зритель танцевальный Где было... То есть коллеги ваши, да? Наши коллеги, их ученики, танцевальные коллективы, которые приходили и приводили своих учеников В этот раз у нас 80% зала, который мы продали, это обычные люди, люди, которые не связаны с современным танцем вообще Почему так произошло, я не знаю Ну может быть уже некая усталость от тех же классических культурных событий, да, дефицит культурных событий, да Именно танцевальных, танцевальных, что посмотреть вот именно в плане... В любом случае публика ищет какой-то выход, да, какой-то моральный, психологический какой-то выбросок Меня радует то, что смещается акцент на то, что когда идет выбор между тем, чтобы сходить в театр на драматический спектакль или на пластический спектакль Все начинают уже задумываться, потому что раньше просто было только драматический То есть с кем я не разговаривал, из своих знакомых, просто друзей, которые не занимаются танцами, например, да Не являются им прям профессией и суперинтересными какими-то вещами То сейчас этот акцент смещается напополам практически То есть как бы 40 на 60, я так скажу, что становится интересно наблюдать и за движением Так же, как и за актером, например А действительно это будет понятно, ну так скажем, условно обычному зрителю, да Мы его назовем, раз вы говорите, 80% зрителей, которые придут Не нужно им знание каких-то специальных танцевальных элементов Действительно им это будет все понятно? Я скажу, что мы все равно делаем немножко акцент на то, чтобы зрителю было понятно Мы привозим сейчас, именно сейчас, те работы, которые будут актуальны и адаптивны для широкого круга людей То есть там можно будет что-то понять, но и будут вопросы Конечно, но без этого не надо Ну как, мы же эмоционально в том числе оцениваем эти вещи Когда мы видим понятные чувства, любовь, ненависть, злость, зависть Это же все ясно и без слов, да? Правильно? Да В правильном направлении рассуждаю Да, совершенно верно Но это больше присуще, например, классическому народному танцу Здесь это все более завуалировано Настолько переплетено И мне кажется, что там именно эмоция создает сочетание музыки, света и тела Мне кажется так И вот эти коллективы, которые приезжают к вам на спектакли Я так понимаю, что они еще дают у вас мастер-классы Или это другие люди? Я знаю, что у вас в эти выходные будут еще мастер-классы Перед показом спектаклей у нас два дня в выходные будут мастер-классы одного дуэта из города Омск То есть завтра и послезавтра? Завтра и послезавтра, да Это Полина Прокопьева и Лидия Бурдель Это танцевальная компания To Me Dance Тоже две талантливые девочки, безумно красиво двигающиеся Безумно талантливые, которые постоянно обучаются, развиваются Я был рад Мы почти год договаривались, чтобы они приехали Потому что у них уже график расписан тоже А тут такой новогодний подарок получается сделать в публике Да И у них очень серьезная работа на подумать как раз И очень техничная, но понятная зрителю Для какого возраста мастер-классы? Можно ли еще на них записаться? В мастер-классе, вот мастер-классов ограничение 16 плюс Почему? Потому что мы стремимся все-таки к взрослому современному танцу И как раз 16 лет это тот период, когда встает выбор, что дальше Когда уже заканчивается эпоха детского коллектива И вот этот самый момент, когда ты должен выбрать, готов ли ты столько времени дальше проводить в зале И вот как раз для этих людей мы это и делаем Вы непосредственно тоже будете выступать? Мы не выступаем А, вы не выступаете, просто я недопонял немножко Мы организуем Москва, Омск и... И Казань И Казань, да, да, вы сказали, то всего будет три дуэта 12-го числа А вы, значит, организаторами выступаете в первую очередь В этот раз А где вас можно будет посмотреть в ближайшее время? Вот, Елизавета, Светлана, к чему готовитесь? Непосредственно наши гости, да Ну, Лиза, Света, вас-то публика Кировская когда сможет увидеть? Репетируйте, готовитесь Мы сейчас восстанавливаем репертуар, восстанавливаем спектакли, которые у нас есть И, ну, вообще, мне кажется, надо спросить хореографа А его планы, да? Как руководителя, как организатора Я чувствую, Андрея, вы деспотичная манера управления, нет? Нет, ни в коем случае Да, секунду, на этой ноте я предлагаю все-таки сделать небольшую паузу Завершается первая часть нашей программы Культпоход Скоро начнем разыгрывать призы 211-101 Номер нашего прямого эфира И еще раз напомню, у нас в гостях Андрей Просвейн, Елизавета Романова и Светлана Заплетаева Скоро продолжим Конечно же, мы сейчас должны поставить в известность наших слушателей, что мы сегодня разыгрываем в Культпоходе Светлана это сейчас с удовольствием сделает Ой, как много у нас сегодня всего Значит, мы разыгрываем билеты в кинотеатр «Дружба», пригласительные билеты в галерею «Прогресса» На фото-выставку проекта «Первозданная Россия» Также на кинопоказ «Рок за гранью» 10 декабря в 18.00, ограничение 6+. Также разыгрываем книги от магазина «Читай город», «Играющие средневековье» 16+, Иван Путилин «Среди грабителей и убийц. Воспоминания начальника сыскной полиции» 18+, Евгений Водолазкин «Чагин» 16+, «Мандарины не главное. Рассказы известных писателей к Новому году и Рождеству» 16+. Эти и другие книги вы можете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская 65, Ленина 103А, Луганская 53, а также на Волково 6А Есть у нас еще новогодний магнит от Вятского Деда Мороза, нашего Мороза Афанасьевича Который заглядывал к нам недавно И, конечно же, подарки от наших гостей сегодня от танцевальной компании «Диэнэй» Это два билета, да, или билет на две персоны Два На показ танцевальных спектаклей арт-платформы «Пласт» в театре на Спасской 12 декабря в 19.00, ограничение 12+. Да, все верно. Ну что, задавайте вопрос нашим слушателям, кто начнет? Девушки? Андрей? Девушки Девушки? Лиза, Света, кто из вас? Давайте Елизавета, да, внимание, 211-101 номер нашего прямого эфира Первый вопрос Кто является, какая девушка известная, является основательницей современного танца? Ох, ты как серьезно А это прям такая вот общепризнанная персона, что именно с ней связывают, да, современное направление? Я даже подскажу, что эта персона была в нашем городе и выступала в парке, который сейчас называется Парк Аполло Поэтому кто-то мог знать Есть такой факт Ну хотя это событие уже давно минувших дней, да? Конечно, конечно, да, как и Андрей сказал, что тоже не совсем согласен, что эта известная женщина является все-таки основателем современного танца Да, смотря с какой стороны подходить к современному танцу, вот, если упоминание и примерное очертание, то вполне подходит 211-101, мы готовы принимать звонок, да, пожалуйста, Светлана Вы в студии, представьтесь, пожалуйста Здравствуйте Андрей Андрей, здравствуйте Знаете ли, вы знакомы ли с творчеством этой известной женщины? Ну, думаю, это Асидора Дунка Конечно, Асидора Дунка Ну, да, да Не составило вам труда, Андрей, правильно ответить на этот вопрос Прямо сейчас в эфире определитесь с призом или редактору вас передать? Ну, я возьму «Играющее средневековье» «Играющее средневековье» Книжка, которая повествует о происхождении карт, о суевериях и легендарных проигрышах 16+. Хорошо Книжка ваша, не кладите, пожалуйста, трубку По традиции передаем вас нашему редактору, чтобы он объяснил, куда за книжкой прийти Асидора Дунка, кстати, вот хочу в продолжении этого вопроса А есть мужчина, с которым связано вот прям, не знаю, там, лицо, руки, ноги современного танца? Если говорить именно о представительной половине Он не один, он не один, их несколько есть Для меня лично Те мужчины, которые оставили максимально большой отпечаток Это Рудольф фон Лабан, который создал язык современного танца Написал, прям у него есть аббревиатуры, по которым можно даже сочинить танец Да Вот, это Мэр Сканнингем Это человек, который, человек интуиция, человек спонтанность, который в последнюю секунду говорил, какая комбинация за какой танцором Какая музыка будет, что будет, сколько частей, в какие части, в какую последовательность Потому что до самого момента выхода на сцену танцоры не знали, что они будут танцевать, в какой последовательности Вот, он занимался вот такими экспериментами И в плане музыки, и в плане хореографии Вот, и... А, Мацек Мацек, это вообще легенда для меня лично Это то, как бытовые вещи, бытовые жесты пришли в современный танец То есть, если посмотреть его хореографию Многие люди заметят вообще себя, свое поведение То есть, человек, который максимально приблизил, да, с реальной жизнью И лично мой учитель сейчас, который еще дает мастер-классы, к которым можно попасть То есть, он родом из Венесуэлы Это Давид Замбрана Вот, который... у которого есть определенная своя техника Называется Flying Low Вот, который еще можно научиться у самого основателя Вот, это Давид Замбрана Ну что, вам, Андрей, следующий вопрос задавать нашим слушателям У нас остается буквально 3-4 минуты У меня очень простой вопрос Есть такой термин, термин в современном танце Как слайд Что такое слайд? Это прыжок? Это скольжение? Или это тур? Я думаю, что можно было без... В музыке есть такой же термин И я думаю, что с танцем тут они вполне себе схожи Вот я уже определился с верным вариантом ответа Ну, это же перевод нам подсказывает этого 211-101, мы рады вас сейчас будем поприветствовать Выслушать ваш вариант И надеемся, что тут не составит у вас особого труда ответить правильно Добрый день, как вас зовут? Вы в эфире Здравствуйте Да, как вас зовут? Здравствуйте Здравствуйте Да, ваш ответ... Андрей, напомните? Андрей, напомните? Да Да, хорошо Что такое слайд? Варианты И три варианта И варианты ответа Слайд это прыжок, это скольжение или это тур? Тур Прыжок, скольжение или тур? Слайд Так Так Вот те разы Ну, я на самом деле... Это бы скольжение Да, да, конечно Мне кажется, даже само слово как бы... Если бы был прыжок, то был бы, наверное, какой-нибудь джамп какой-нибудь, да? Да Я не знаю Джамп Абсолютно верно, да, вы ответили слайд Да, есть такой прием Во многих других видах искусства он тоже встречается Что хотите вы получить за свой правильный ответ? Будьте любезны, можно к редактору? А, хорошо, хорошо, передаем вас редактору Остается у нас, я смотрю, две минуты буквально И мы еще, кстати, не успели поговорить об обучении Об обучении занимаетесь вы? Мы говорили до начала программы На базе... Смены, танцевальные смены Да, танцевальные смены на базе лагерей, да Ну, это проект для детей у нас Проект на базе детских оздоровительных лагерей Мы организуем свои танцевальные смены Все очень просто Дети приезжают в определенный лагерь детский У них есть программа лагеря Но сверх этой программы мы добавляем мастер-классы Привозим различных хореографов-танцоров Где они занимаются с детьми И составляем определенную программу Для того, чтобы они, например, занимались Какой-то часть смены импровизации Какой-то часть смены технической Какой-то часть смены акробатика Как узнать, как записаться на эту смену? Наши смены проходят следующим образом Летняя смена в этот раз будет Это июньская смена и в августе смена Вот, и два коротких выезда Один был осенью двухдневный И ближайшая смена Вот у нас 4-6 января На базе санатория Сосновый Бор Сосновый Бор Вот Вся информация У нас есть DNA Dance Camp Танцевальный лагерь Вот И снова это все ВКонтакте У нас тоже группа ВКонтакте А группа ВКонтакте Так Ну уже ближе к завершению Буквально полный инду у нас остается Наш редактор просит еще повторить Возрастное ограничение по мероприятиям Которые у нас в галерее прогресса Которые вот Светлана анонсировала Первозданная Россия 6+, это фотовыставка Фотовыставка, да, к 65-летию городского фотоклуба Диана Старейшего творческого объединения Кирова 6+, и также кинопоказ Да, рок за гранью, 16+, Ну что, спасибо, удачи вам, как говорится, творческих успехов Вам спасибо Покорение новых высот и успешного достижения целей Да, в искусстве в том числе Спасибо, наши гости Еще раз напомним Быстренько, да, Андрей Просвирин Андрей Просвирин, танцовщик, педагог, хореограф И танцовщица компании DNA Елизавета Романова и Светлана Заплетаева Спасибо, до свидания Спасибо Продолжение следует...